Я сейчас попытаюсь расширить диапазон восприятия вами того, что называют химические связи. Вот те химические связи, которые мы с вами проходили так или иначе в школе, мы всякие уравнения решали химические, помните, там кто-то кого-то окисляет, кто-то в осадок выпадает, кто-то пузырится и пузыри в воздух выходит, вот это вот. Так вот, там речь шла о связях, в общем-то говоря, имеющих ковалентную природу. Это удивительный объект, вот эти ковалентные связи, удивительный объект для тех, кто пытается проникнуть в суть вещей, это вот когда два атома или несколько атомов пытаются владеть одними и теми же электронами совместно, они, так сказать, обменную природу имеют. В зависимости от степени вот этой вот, от правил этих обмена, да, бывает ковалентная, неполярная, полярная. Вообще, ионная связь, это, так сказать, предельный случай ковалентной связи. Вот, я вам про это рассказал. Так вот, на самом деле, давайте вот задумаемся, а вот почему вот мой галстук, вот он, вот он галстук, вот он ничего не сыпется, да, и я сам как-то целенький такой из частей состою, клавиатура моя, всё на месте, всё в порядке, вот. Вот, какие же связи удерживают между собой вот эти разнородные молекулы, которые входят в состав галстука, да, видите, тут нить, а нить, она многокомпонентная, да, вот, да и я сам тоже, чего только во мне не намешано, да, это что, будут ковалентные связи удерживать? Нет. Оказывается, это называется супремолекулярные связи. Очень похоже на супермолекулярные, только не супер, а супремолекулярные связи. Вот, я вам сейчас такие слова скажу, это нековалентные связи между молекулами. Образуются они за счёт, например, того, что молекулы бывают, так сказать, полярные. Вот вода, полярная молекула. Вот то, что вода в стакане, она не испаряется, а в стакане находится, они друг с дружкой там взаимодействуют, мы обязаны как раз супремолекулярным связям. То есть тому, что молекулы воды полярные, они друг с другом, значит, взаимодействуют на расстоянии. А как же вот, не все связи полярные, да, это вот вообще такая связь водородная называется, когда молекулы друг с дружкой вот... А, кстати, когда вода замерзает, вот этот вот кристалл водяной, он основан на как раз вот этих самых водородных связях. Есть ещё одно интересное слово, я вам вот какую картинку покажу, да, вот эта вот модель некой супремолекулярной связи, да, ну вот, это перед одним из академических институтов стоит такой памятник, о той самой супремолекулярной связи. Есть самые необыкновенные проявления супремолекулярных связей, которые по жизни просто объяснить невозможно. Вот представьте себе две молекулы, из которых состоит вещество, они неполярные. Почему же они друг от друга не отрываются, почему не держатся? А всё оказывается очень необыкновенно, хотел сказать, очень просто, очень необыкновенно. Дело в том, что мир весь квантовый, и совершенно случайным образом электроны в оболочках, электронных оболочках атома, входящих в состав молекул, они то в одном месте бывают, то в другом. И получается, что молекула всё время немножко поляризована, да, и она немножко поляризует соседнюю молекулу. Вот эта вот немножко поляризация, она, как сказать, ну, в лад входит, и молекула притягивается. Вот за счёт вот этого вот удивительного явления, мой галстук-то и на месте не рассыпается, краска с него не ссыпается, да, вот он прокрашен этой самой краской. Это не ковалентные связи, это координационные связи. Вот у железа, у него очень много таких, знаете ли, пустых орбиталей, которыми он так как обнимает молекулу кислорода и уносит с собой, разносит по нашему организму. Вот какие замечательные вещи. И, кстати говоря, вы меня смотрите наверняка сейчас на жидкокристаллическом дисплее, да? А знаете, почему он жидкокристаллический называется? Он состоит из жидких кристаллов. А эти кристаллы ориентируются всё в силу своей формы. Например, кристаллы могут быть как блины такие, они так все сложились. Как палочки, они могут вот так, они нужным образом ориентируются. Приложили электрическое поле, ориентация поменялась, поменялось отражение, и меняется цвет вашего экрана. Вот когда я тут руками кручу, языком молочу. Удачи вам, всех благ, до свидания. Продолжение следует...